Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Учтут всех. В Самарской области ведут строгий учет прибывающих из других регионов. Большая проверка продолжается. Сегодня глава Самары проверяет, как моют подъезды в Октябрьском районе. Осторожность лишней не бывает. На въездах в Самару полицейские начали раздавать маски. Спасение раненого журавля. На берегу реки Сок самарцы нашли умирающую птицу. В Самарской области выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом. На связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал продлить режим самоизоляции еще на неделю. Губернатор Дмитрий Азаров призвал увеличить количество тестов на выявление инфекции, а также усилить контроль за приезжими в регион. О последних решениях областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции расскажет Мария Левина. В Самарской области введут строгий учет всех прибывающих в регион людей. Все они должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Такое постановление губернатора Дмитрия Азарова действует с конца марта. Все, кто приезжает в регион самолетами, поездами, на машинах, должны заполнять специальные анкеты. Их передадут в надзорные органы. Это необходимо, чтобы контролировать соблюдение режима. Контроль за автомобильным транспортом на постах ДПС уже усилен. Сотрудники ДПС нацелены на выявление в транспортном потоке автомашин с трехзнаками, которые выданы не в Самарской области. Если они едут не транзитом через наш регион, то водители и пассажиры предупреждаются о необходимости пройти самоизоляцию в течение 14 дней с момента прибытия. Мы письменно документируем все факты перемещения автомобилей с кодом региона городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. На сегодняшний день в Самарской области выявлено 10 новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего зарегистрировано 50 случаев. 14 из них выздоровели, а 36 человек сейчас проходят лечение. Роспотребнадзор рекомендовал продлить самоизоляцию до 30 апреля. Указательность в случае населения составляет 1,25 случаев. Это ниже, чем у наших коллег окружающих территорий и ниже, чем в целом по стране. В целом по стране указательность составляет порядка 15 на 100 тысяч населения. Также глава ведомства рекомендовала обязать людей надевать маски при выходе на улицу. Между тем, в области увеличивают количество койко-мест и закупают новые аппараты ИВЛ. Исправность оборудования проверяют еще на складе, чтобы уже на месте не было необходимости их ремонтировать. Это поручение губернатора Дмитрия Азарова. Также он поручил увеличивать проведение тестов на коронавирус. За минувшие сутки провели 672 исследования. За все время порядка 17 тысяч. Мы понимаем, какой объем делает Роспотребнадзор. Все, констант, приведите себе за константус. Все остальное вы обеспечиваете за счет ресурса регионального здравоохранения и частного элементства. Каждый день прирост с выходом на необходимое количество 1800 исследований. Самоизоляция в регионе продолжается. Надзорные органы будут строже контролировать соблюдение режима. Уже составлен 271 протокол. С начала недели список предприятий, которым разрешено работать, увеличился. Однако обязательным условием является соблюдение всех санитарных норм. Мария Левина, События. Лучше остаться дома. На Пасху для верующих самарцев организует онлайн-трансляцию богослужений из Софийского собора. Местным жителям по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. И один из главных религиозных праздников для христиан не исключение. Представители городских властей настоятельно рекомендуют самарцам не подвергать свою жизнь и здоровью опасности и не покидать квартиры и дома без крайней необходимости. Как уберечь себя во время пандемии, расскажет Анатолий Головко. Во время светлого праздника Пасхи воздержаться от посещения храмов рекомендуют власти и светские, и религиозные. Патриарх всей Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома. К этому призыву главы РПЦ присоединилась и Самарская епархия, и городская администрация. На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обсудили детали проведения предстоящего праздника. Сейчас приходить на службу крайне опасно. Да и режим самоизоляции никто не отменял. Ни в коем образом мы никого с вами не должны обидеть. И главы районов, еще раз, прям поставьте всем своим заместителям задачу, чтобы с завтрашнего дня все общественные советы, все ТОСы, все управляющие микрорайонов, прям по телефонной книжке стали обзванивать активы и еще раз проговорили, что надо продолжать сидеть дома. Представители городских властей напомнили, что главный государственный санитарный врач Самарской области издал постановление с рекомендациями не проводить религиозные мероприятия во время пандемии. Религиозным объединениям рекомендовать принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий, религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей. Второе. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Для всех, кто останется дома, организуют онлайн-трансляцию пасхального богослужения, которое проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе. Верующие смогут поучаствовать в таинстве, соблюдая все требования по самоизоляции. Трансляцию проведут в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3 часов. Ее можно будет увидеть на телеканалах Самара ГИС, ГТРК Самара, ТРК Губерния, а также в интернете на сайтах ГТРК Самара, Самара24, ТРК Губерния, портале 63.ру, в паблике Самарской области ВКонтакте и сетевом издании ВКонлайн. Напомним, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции РПЦ рекомендует верующим воздержаться от посещения кладбищ. С 11 апреля в Самаре они открыты только для оформления услуг по погребению, участия в похоронах. Специальные автобусные маршруты до кладбищ также ходить не будут. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Областной Минтруд запустил горячую линию. За три недели на нее позвонили около 10 тысяч раз. На какие вопросы операторы отвечают чаще всего, расскажет Елена Малюцина. Министерство труда, добрый день. Скажите, пожалуйста, в какие могут вам обращаться? Юлия Прилепская в день принимает в среднем до 50 звонков. Самарцы спрашивают, как подать заявление о неполной занятости, зарегистрироваться на интерактивном портале, и какие документы нужны, чтобы встать на учет в центр занятости. Больше понимаешь проблематику людей, с чем сталкивается народ. И понимаешь, что, возможно, не всегда информировано должным образом. Либо же информировано, но неправильно трактуют эту информацию. Горячая линия работает уже несколько недель. За это время на нее позвонили около 10 тысяч раз. Самый популярный вопрос – кто может работать в режиме самоизоляции и как оплачиваются эти дни тем, кто остается дома. Интересуются и тем, как встать на учет в центр занятости населения и получить пособие по безработице. Обращаются и с жалобами на работодателей, данные которых, если нарушения прав будут установлены, передаются в администрацию, государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор. Сначала с недобросовестным работодателем проводят разъяснительную беседу. В случае повторных нарушений привлекают к административной ответственности. Всего от населения поступило 500 таких обращений. Пожаловаться можно анонимно. Для нас, конечно же, если речь идет о жалобе, очень важно полностью идентифицировать именно работодателей. Мы просим граждан называть наименование, телефон, адрес феодиректора, возможно, если кто-то знает ННН и УГРН. Потому что в данном случае, когда мы обладаем полной информацией о работодателе, мы можем, соответственно, более оперативно среагировать, принять меры. На горячую линию, которая работает для жителей региона, звонят и из Москвы, Оренбурга, Татарстана, Санкт-Петербурга. Операторы АИХ-34 помогают всем. Звонки принимают в будни с 9 утра и до 6 вечера по номеру, указанному на экране. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Продолжая держать ситуацию на контроле, глава Самары Елены Лапушкина сегодня вновь проверила те дома, жители которых жаловались на отсутствие дезинфекции и влажной уборки подъездов. В этот раз все адреса находились в Октябрьском районе. Готовы ли недобросовестные коммунальщики исправлять свои ошибки, расскажет Андрей Горгуленко. Пока проверка не грянет, подъезды не помоют. Жители дома номер 271 по советской армии пожаловались главе города в социальных сетях, что управляющая компания ни разу не дезинфицировала подъезды за время пандемии. Специалисты с белизной помыли все дверные ручки и перила только перед визитом главы. Коммунальщики пообещали Елене Лапушкиной, что теперь эту работу будут проводить регулярно. Почему? Действительно дождались жалобы и только начали подъезды. Но время непростое. Не просто так мы обращались, просто так Роспотребнадзор рекомендации дает. Вы за своими людьми тоже поухаживаете. Но есть в Октябрьском районе и добросовестные управляющие компании. В доме номер 243 по Карлу Маркса дезинфекцию и уборку проводят постоянно. Для этого закупили специальное антибактериальное медицинское средство. Литр метровый, 10 грамм на 10 грамм. Это хорошая концентрация. Мы добавляем белизну, скажем, для того, чтобы... Жители, потому что говорят, да, обработали, водой облили, им не объяснишь. Говорят, запаха нет, значит не обрабатывали. Кроме того, самарцы обращались к главе города и по другим вопросам. Так, жители дома номер 184 по Советской армии пожаловались на большое количество бродячих собак во дворе. А жители дома номер 271 на той же улице попросили привести в порядок соседнюю установку общественного транспорта. Елена Лапушкина поручила специалистам Департамента городского хозяйства выполнить эту работу до конца мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре проходит месячник по благоустройству, убирают дворы и улицы. Этой весной только дворники. Простые горожане из-за коронавируса сидят дома. Как справляются управляющие компании без посторонней помощи, увидел Сергей Кизоркин. Ислам Самадов дворником работает уже три года. Говорит, профессии ему нравятся, любит чистоту. Поэтому двор на Чернореченской 40 убирает как свою квартиру, тщательно. С бригадой собрали прошлогоднюю листву, мусор, подмели и вымыли водой дороги и тротуары. Затем их, а также скамейки и детскую площадку продезинфицировали раствором хлора. Сегодня у нас все хорошо. Жители раньше помогли. Сейчас по поводу карантина. Жители не имеют права сейчас выходить. Так и должно быть у нас постоянно так. Мы работаем детской площадкой, территорией, входные группы. Мы до единого даже качели. Это неделю один раз, два раза помоем, дезинфиксируем. Управляющая компания Антона Попова направила на уборку дворов две бригады. В каждые восемь специалистов. Обязательно униформа и средства индивидуальной защиты – перчатки и маски. В арсенале – лопаты, метлы и грабли. В дополнение – бойлер с водой и аппарат для дезинфекции. Отличие единственное в чем. Если брать прошлый год, то люди выходили на субботники. И люди охотно выходили на субботники, когда они видят, что организации работают. Особенно бабушки. В это время у них как раз идет посадка цветов. Они ухаживаются газонами. В этом году, ну, своими силами справляемся. Стараемся справляться. И думаю, у нас все получится. Во дворе на Чернореченской 69 тоже кипит работа. Здесь не только убрались и продезинфицировали территорию, но и побелели деревья и бордюры, отремонтировали и покрасили ограждения. Местные жители говорят – дворники и без их помощи с задачей справились на отлично. Сейчас заметно лучше стало. Сейчас за нас все делают. За нас все делают. Что посадили, то и растет теперь. Справедливо, хорошо, молодцы. Нравится нам. В микрорайоне, которым управляет Лидия Левицкая, 35 многоэтажек. И по всей округе нужно за месяц навести порядок. За чистоту на этой территории отвечают четыре управляющие компании. Пока по уборке дворов замечаний нет. Слушают замечания, конечно, прислушиваются. Отдел ЖКХ проводит со всеми работу в администрации. Так управляющие компании, в принципе, справляются. Сегодня в Мичуринском микрорайоне управляющие компании привели в порядок четыре двора. До конца месяца благоустройство коснется еще порядка двадцати. Такими же стахановскими темпами и с таким же качеством уборки территорий средники проходят во всех районах Самары. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Осторожно, мошенники. В социальных сетях жители региона сообщают о странах СМС. В них сообщается, что человек нарушил режим самоизоляции и должен заплатить штраф. По закону сейчас за подобное нарушение действительно предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Наказание также предусмотрено за несоблюдение правил поведения в режиме повышенной готовности. Напомню, такой режим введен на территории Самарской области постановлением губернатора Дмитрия Азарова. Но, как сообщили полицейские, дистанционно такие штрафы не взыскиваются. Протокол составляют на месте. Поэтому самарцев предупреждают. Если вы получили СМС о штрафе, перечислять деньги не нужно. Также нельзя сообщать мошенникам персональные данные, номера карт и пароли. Самарская полиция обращается ко всем. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Полиция так не работает. Верьте только официальным источникам информации. Следует отметить, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Самарские полицейские раздают медицинские маски, памятки, как спастись от заражения коронавируса. На блокпостах и в городских парках проводят профилактические беседы с теми, кто нарушает режим самоизоляции. Почему люди покидают дома и квартиры, выяснял Сергей Кизоркин. Профессиональный водитель Алексей Антипов торопится на работу. Его организацию не коснулся режим самоизоляции. Поэтому запас медицинских масок приходится регулярно пополнять. Сегодня Алексей немного сэкономил. Полицейские на блокпосту при въезде в Самару вручили ему средства индивидуальной защиты и памятку, как защититься от коронавируса. Защищаться люди должны в любом случае. Иммунитет должен быть крепкий. Вот. И все. Закаляться. Представители общественного совета городской полиции решили включиться в борьбу с распространением вируса. На свои средства приобрели более тысячи медицинских масок и весь день раздавали их водителям. Посмотри, что творится в Москве. Мы не хотим такого же. Ну и, соответственно, опять же, надо с водителями говорить насчет самоизоляции. Потому что, опять, карантин, самоизоляция, машин море. В парке Гагарина полицейские тоже раздавали брошюры и медицинские маски. К сожалению, в последние дни вот этот режим мы, жители города, перестали соблюдать. На улицах появилось больше машин, больше жителей ходят по паркам, по улицам, по скверам. И членам общественного совета было принято решение выйти самим убедиться, и не только убедиться, пообщаться с жителями, постараться убедить их, что режим надо соблюдать. И соблюдение режима в первую очередь нужно для них, для их близких. Вручив средства индивидуальной защиты, полицейские просят гуляющих горожан вернуться домой. Александра Сергеева долго уговаривать не пришлось. Он ярый сторонник самоизоляции во время коронавируса. Не работает, а из дома вышел в магазин за продуктами и в аптеку. Такая ситуация в стране и во всем мире. Конечно, игнорировать такие вещи нельзя. Поэтому соблюдать эти моменты все надо. Руки мыть, воду пить и, соответственно, поменьше по возможности не выходить на улицу. Полицейские дальше будут проводить профилактические беседы с самарцами и раздавать им маски. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. В этом году в Самарской области противопожарный режим ввели на неделю раньше. Из-за теплой весны свыше 300 человек ежедневно патрулируют леса. В один из таких рейдов отправилась и Мария Левина. Вячеслав Бажуткин уже почти 20 лет заботится о природе. Он лесничий. В режим повышенной пожароопасности, который в этом году из-за теплой весны ввели на неделю раньше, леса патрулируют ежедневно. Открытое пламени, потушенный окурок и даже оставленная на солнце бутылка могут привести к катастрофе. За неделю проверок лесники составили 10 протоколов по административным правонарушениям. За каждый штраф до 5000 рублей. Мы можем вспомнить даже 10-й год, когда сотнями гектаров горели. Бывало даже случаи у нас по 10 пожаров одновременно было. В одно время это очень тяжело. Нужно сманеврировать техникой так, чтобы везде успеть и локализовать эти пожары. Это поле горело недавно, буквально на прошлой неделе. Хоть эти земли и не относятся к лесному фонду, но при сильном ветре по самосеву огонь может перекинуться на лес, и тогда уже появляется реальная угроза. Ведь на выжженной земле новые деревья смогут вырасти не раньше, чем через несколько десятилетий. Пока по этому факту проходит проверка надзорных органов, но уже известно, что это дело рук человека. Пострадало свыше 80 гектаров земли. Пожар врушили 3 часа, 17 единиц техники. Бывает такое, когда поджигают сами лесники, но делают это в мерах профилактики. Когда еще у нас лежит снег в лесу, а по полю начинает потихонечку снег сходить, вот в этот период, это буквально где-то неделю, недели где-то в этот момент не упустить, вот этот производим отжиг. То есть от основной минерализованной полосы делается опашка, и вот это вот все огневым способом это сжигается. Это нужно для того, чтобы предотвратить переход огня с полей на лес. Минерализированные полосы – это еще один из профилактических методов. Они есть во всех лесах Самарской области. Площадь этого участка чуть больше 25 тысяч гектаров, и это особо опасная пожарная зона, потому что хвойные легко воспламенимы. Чтобы не довести здесь до беды, создаются вот такие искусственные траншеи, которые называются минерализированные полосы. Они необходимы, чтобы пожар не перекинулся на лес. Мы выходим на усиленное патрулирование, то есть создаются мобильные группы. В рамках межведомственного взаимодействия с МЧС и с правоохранительными органами создаются также совместные мобильные группы. И наиболее подверженные распространению природных пожаров участки берутся под особый контроль. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники, которая пополняется благодаря национальному проекту «Экология». Леса мониториты через систему видеонаблюдения, позволяющую определить точные координаты лесного пожара. Противопожарный режим продлится до осени. Мария Левина, Николай Епифанов, Сергей Баскин, Михаил Матвейшин. События. Самаре на берегу реки Сок нашли раненого журавля. У птицы травма головы, ее забрали работники зоопарка. Оказали первую помощь и планировали провести дальнейшее обследование. Вот чем закончилась эта история, расскажет Мария Левина. Этой птице предположительно два года. Серый журавль занесен в Красную книгу Самарской области. Они летают косяками, но эта птица от стая отбилась. В потемках самарца нашли ее на берегу реки Сок. Журавль был ранен, клюв истекал кровью. На лестнице, на спуске в Волгу, журавль. Он раненый уже был? У него были расправлены крылья, мы не знаем откуда он появился. Может быть приплыл, может быть упал, может быть врезался в берег, не знаю. Лилия оставила птицу на ночь у себя и обратилась за помощью в социальные сети. Запись увидели работники зоопарка. Зоозащитники приехали, осмотрели журавля и забрали с собой, чтобы вылечить. У птицы оказалась травма головы и клюва. По одной из версий, при перелете она врезалась в кабель. Обычно это происходит в темное время суток и летят журавли. Но они могут и днем лететь, могут и в темноте, в сумерках лететь. Во что они чаще всего врезаются, это провода. Пострадал клюв, это не очень страшно. Пострадало то, что внутри клюва и внутри головы. А тут надо смотреть уже. Обычно при ударе головой состояние птицы, ну и будет ли она жить или нет, надо несколько дней для этого. Этой птице не повезло, помощь пришла слишком поздно. Мария Елевна, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области 36-летнюю женщину наказали за пост в соцсетях. Сутком Самальского района Тольятти вынес решение по фейк-новости про коронавирус. Женщина услышала в салоне красоты о якобы произошедшей смерти ребенка от коронавируса и огромном числе заразившихся. Дома она написала об этом пост. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений. Материалы направили в суд, который оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей. Застрявшим в Таиланде самарцам помогут деньгами. Из-за пандемии коронавируса около 170 жителей региона не смогли вернуться домой. Им помогут материально через МИД Российской Федерации. Их необходимо проинформировать о порядке регистрации на портале госуслуг. Это даст возможность включить их в списки для формирования вывозных рейсов. Также самарцам предоставили возможность экстренно эвакуироваться из Бостона. Правда, самолет рассчитан только на 10 человек. Рейс Бостон-Самары запланирован на 18 апреля. В Самарской области ищут рыбаков. 33-летний житель села Усинское Сызранского района Дмитрий Лещенко и его 50-летний знакомый Валерий Тимкин уехали на рыбалку на реку Уса и пропали. Во время поисков их машина была найдена, документы и вещи, оставленные ими в сторожке, тоже обнаружена и лодка, на которой они уплыли. Поиски пропавших мужчин сейчас продолжаются. По факту их исчезновения проводится доследственная проверка. Чтобы не скучали на карантине, самарские депутаты и представители профессионального юридического сообщества собрали наборы для многодетных самарских семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этих наборах развивающие игрушки и книги для детей. Кто получит эти подарки, узнал наш корреспондент. Пазлы, блокноты, раскраски и книги – все, что может скрасить будни самоизоляции. Общественники собрали 300 детских развивающих комплектов. Их передали представителям регионального министерства социально-демографической и семейной политики, которые знают, какая семья и в чем нуждается. Наборы для творчества получат дети, живущие в самарских селах. Сегодня, когда они находятся в режиме самоизоляции, им, конечно, очевидно, некуда девать свою такую ребятишечью активность. Мы постарались им придумать такие новые действия, чтобы они смогли не просто очень мирно пройти это время. Три набора передали в семью Ксении Чеплаковой. Она одна воспитывает троих детей. Дети рады подаркам. Помогут таким семьям и материально. С 1 июня, по указу президента Владимира Путина, семьи будут получать ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет. В Самарской области ее размер составит 5357 рублей. Получить ее смогут те семьи, чей средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Также эту выплату получат те, кто временно признан безработным. Планируется, что в области этой меры поддержат около 60 тысяч детей. Олег Зверев, Семен Безгинов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи вам и обязательно увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!